В эфире новостной дайджест. Здравствуйте! Из альянса UpForce выходит большое число игроков из высшего состава, в том числе и их лидер. Мне удалось взять интервью у Мельдеза, человека, который является главой альянса. В первую очередь я поинтересовался у него, что повлекло за собой такие события. Он ответил мне, что причиной ухода людей стала механика игры. UpForce это большая неповоротливая машина с огромными флотилиями, которые безусловно не могут играть в нормальных условиях в сегодняшних реалиях игры. Мы покинули UpForce в первую очередь потому, что большую часть времени тратили на управление альянсом и подготовку его к крупным сражениям флотов. Из-за проблем с сервером мы сочли необходимым изменить стратегию. Вместо того, чтобы удалять корпорации и уменьшать их масштаб, мы решили пойти разными путями и повернуть лидерство Финрио. Конец цитаты. Я поинтересовался, что же они планируют делать дальше, ведь ряды UpForce покинуло немало пилотов. На что Мельдес ответил, что они уже создали новый альянс, который называется Care Beers with Guns, что переводится как «заботливые медведи с ружьями». Они не хотят разрастаться больше, чем один игровой альянс и остановиться на отметке не более чем 1500 человек. На данном этапе Мельдес находится в составе корпорации Free, в которой он состоял еще когда игра была в закрытой бета-версии. И они подходят к отметке в 350 человек. Интересный также был ответ по поводу того, какой новой тактики они будут придерживаться. Ведь выход из UpForce это лишь часть решения. Нужно изменить и саму датыну альянса. Мельдес и его друзья решили сконцентрироваться на тактике соло малых и средних ганг флотов. Что же касается политики и отношений, Мельдес заявил, что они остались друзьями с UpForce, но совершенно не разделяют их дипломатию. Поэтому путь «заботливых медведей» ведет совершенно не по той дороге, что у UpForce. Мельдес также подчеркнул, что они не станут в случае чего выставлять свой флот против UpForce, но не более того. Также UpForce покинул и дипломат альянса. На данный момент он числится в составе Golden World. Конечно же, UpForce не распался. И никто не может точно сказать, какое будущее их ждет наверняка. В любом случае, пожелаем им удачи. Что же касается «заботливых медведей», я думаю, это новая и интересная команда, которая, вероятно, нашла новый метод геймплея в сегодняшних реалиях сервера. Кстати, они набирают свои ряды не только англоговорящих игроков. Ссылка на их опросник в описании к видео. Я поинтересовался, какие требования для оживающих. Мельдес поведал, что надо иметь седьмой технический уровень, омега-клона, 50 подтвержденных убийств, капсулы, естественно, не учитывается, а также 500 миллионов исков. Устав от продолжительной войны с соседями, приемчивые Хэппи Биз наняли коалицию Мерценари, чтобы избавиться от альянса Пи Ай Би Си. Мерки позвали друзей, и через некоторое время в регионе Дельф появились альянсы Вай Ал Гиз, Мерценарис, а также Пантеон. И нанесли огромный урон альянсу Пи Ай Би Си. Они прошли по их системам, выжигая все на своем пути, убивая все движимые и недвижимые цели. Вентуры, ретриверы, омены, каракалы, ну, в общем, вы меня поняли. Поняли. Режим выжженной земли их привел до Цитадели, которая по логичным обстоятельствам после посещения ВГ и МК ушла на Альян Форс. Хэппи Биз наняли Мерценарис на целый месяц, чтобы полностью остановить производство Пи Ай Би Си и не дать им развиваться дальше. На данный момент в регионе Дельф идут масштабные бои. По данным, на сегодняшний день урон, нанесенный Пи Ай Би Си, оценивается в 49,5 миллиарда исков. После того, как начались военные действия, Реки вышли из состава Альянса и перебрались в Хай Сити. Но Сио Реки отрицает, что выход корпорации связан с войной. Он говорит, что причиной стали какие-то другие проблемы в Альянсе. А что пилотам по галактике? Безопасно летать, как вы знаете, только в Империи. Хотя, используя фрегаты, вы можете перемещаться также и по нулям. Хочу заметить пока, ведь скоро вводят бубли. Исходя из информации, которую я смог собрать на различных интернет-площадках, самым опасным, со слов игроков, остается регион Синдикат. Именно там живет больше всего кемпов и пиратов. Хотелось бы пообщаться с хозяевами региона, ребятами из Синдикат Шэдоу Альянс, что там у них происходит. Ко мне в руки попала сыроватая версия карты нашего нового Эдема, где ребята, которые занимаются ее разработкой, собирая информацию по крупицам, смогли отобразить примерную политическую ситуацию. Конечно, данные еще не полные, но уже сейчас можно с интересом ее поразглядывать. Так, например, мне стало известно о том, что Северный Альянс распался, начал искать их на карте, а их там нет. Из рук бывшего дипломата Норф мне удалось узнать, что Северный Альянс распался, и причина его распада, что больше всего меня разочаровала, стали не какие-то технические проблемы, как мы наблюдаем сейчас в Обфорс, или расхождение во мнениях по каким-то вопросам. Эйнаи поведал мне о том, что директорат Северного Альянса, по сути, использовал корпорации и крал деньги. Свет Альянса являлся, по сути, марионеточным. Дирекция держала все в тайне и принимала решения сама. Самым мерзким из всей этой истории является тот факт, что дирекция также сливала данные конкурирующему Альянсу SHHH. К сожалению, Альянс стал жертвой коррумпированного управления и продажных людей. Ну, все же, давайте вернемся к рисунку карты. Судя по ней, мы можем видеть, что самыми крупными силами сегодня являются Генезис и Обфорс, которые проживают, кстати, совсем недалеко друг от друга. Я, конечно, ни на что не намекаю, но вы сами понимаете. Генезис забрались глубоко на юг, аж в период Базис и Парагон-Соу. В то время как Обфорс живут в основном в Импасе, а также делят Кетч с CNK. Про Север, к сожалению, информация более скудная и многие системы и регионы пока что контролируются Альянсами, про которые нет никаких данных. Из известных Альянсов, которые были уже на слуху, можно отметить Олден Хорд, которые живут в Жиминейд, и Си-Эйч-Эйч-Эйч. Про последних, кстати, мне кажется, знают многие. Это же эти ребята первыми стали надевать нагл полчища китайцев на сервере. Напоследок, хочу выложить фотки с красивыми скинами кораблей, которые будет можно получить. В ближайшем патче появятся новые хэллоуинские аномалии. Оттуда с определенным шансом можно будет выбить эти сезонные скины. Также будет очень маленький шанс выбить перманентный скин. Хочу поделиться с вами этими картинками. Мне кажется, что выглядят они очень даже ничего. Прожми подписку и колокольчик. Это поможет тебе не пропустить свежие выпуски новостного дайжеста. На этом выпуск подходит к концу. С вами был Гагер и новостной дайжест. Fly safe, stay home.